Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня мы рассмотрим Псалом 37. Видеозаписи наших лекций вы можете посмотреть на портале экзегет.ру. 37-й Псалом. С глубокой древности он причисляется к типу покаянных, как и Псалом 31-й и 50-й. В богослужебной традиции Православной Церкви 37-й Псалом входит в число 6-то Псалмия. Ключевая идея Псалма – та, что болезнь человеку посылается, как наказание за совершенные грехи. Автор Псалма исповедует свои грехи и просит прощения у Бога. Псалом начинается с крика о помощи, затем переходит к пространному описанию состояния грешника, доведенного до отчаяния от физической и душевной боли, который усугубляется безразличием его друзей и кознями врагов. Псалмопевец ссылается на свое жалкое состояние, заверяет Бога в непреложности своего упования, просит прощения и заверяет, что враги ополчились на него безвинно. Псалом завершается теми же словами, какими он и начинался. «Воззванием о помощи». 22 стиха данного Псалма побуждают думать, что изначальным замыслом автора было построить текст, организовать его в виде акрустиха, то есть такую установить последовательность изложения, при которой каждый следующий стих начинался бы с каждой следующей буквы еврейского алфавита. Но если мы посмотрим на дошедшие до нас рукописи, мы увидим, что этого не соблюдается. Почему? Трудно сказать. Может быть, эта работа не доведена до конца, а может быть, автор ограничился просто числом 22. И все. Русский заголовок Псалма в воспоминания соответствует большинству древних рукописей, как древнееврейских, так и многих древнегреческих. Прибавка о субботте содержится только в септуагинте и в некоторых поздних греческих рукописях VII века. Вполне возможно, что это отголосок литургической традиции, когда этот псалом по преимуществу стал употребляться в Ветхозаветной Церкви. Надписание «в воспоминание» присутствует также в заголовке 69-го Псалма. Поскольку слово «воспоминание» происходит от еврейского корня, означающего «помнить», некоторые комментаторы связывают его с памятной жертвой, через которую израильтянин мог напомнить Господу о себе. Каковы бы ни были наши догадки, сейчас трудно сказать, что значит «воспоминание». Можно только гадать. Но теперь более подробно мы рассмотрим отдельные стихи данного Псалма. Стихи 2 и 3. Две части 2 стиха семантически и синтактически параллельны. Разными выражениями «не в ярости обличай», «не во гневе наказывай». Передается одна и та же идея, что и в 6-м Псалме. «Господи, наказывай меня без гнева». Итак, Псалмопевец считает, что его болезнь – это стрела, пущенная от Господа. По 7-му Псалму Бог, конечно, праведный и строгий судья. Он натягивает тетиву лука, зажигает стрелы и направляет их на тех, кто к нему не обращается. Находящийся в болезни Иов причитал со следующими словами – «стрелы Вседержителя во мне». Для обозначения наказания, помимо образа горящей стрелы, которая пронзает тело, как пронзает тело лихорадка или какая-то болезнь, которая связана с жаром, в данном Псалме используется образ тяжелой руки, руки, которая отяготела на мне. «Когда автор 31 Псалма плачет, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, он тем самым хочет сказать, что его сразил удар. И пока над ним давлеет рука Божия, пока Господь удерживает свою руку над этим человеком, он не может подняться с постели». Те же идеи мы встречаем и здесь, в 37 Псалме. Четвертый и пятый стихи. Автор Псалма описывает свою болезнь как отсутствие здоровья в теле. Болезнь костей не дает никакого покоя. Болезнь плоти и костей – это обозначение всего тела. Некоторые толкователи предполагают, что за образом плоти стоит какое-то кожное заболевание. Однако вполне возможно, что речь может идти не только о физическом, но и о эмоциональном расстройстве. То есть это не обязательно какая-то проказа. Автор Псалма признается, что болезнь пришла от Господа по его собственным грехам. Собственные грехи – это причина страданий. Гнев Господа – это суд, а болезнь – это некое следствие суда, то наказание, которое ведет человека к исправлению. Вот такая траектория мыслей прослеживается в первых стихах. В пятом стихе псалмопевец сравнивает свои грехи с наводнением. Наводнением, которое готово его утопить. «Мои беззакония», и там употребляется такой интересный термин, который может говорить об аморальном поведении, развращенности, или о таком высокомерном поведении, которое ведет человека к забытию Бога. Но вообще в библейском богословии нередко гордость – это уже полпути к атеизму. «Человек, который возносит себя, он забывает о Боге». Так вот, вот эти «беззакония мои», они буквально превысили мою голову. В словарях русского языка выражение «выше головы» имеет следующие синонимы. «Предостаточно, немало, по горло, полным-полно, через край, выше ушей, не огребешься, выше крыши». Итак, грехов настолько много, что они выше моей головы. «Они легли тяжелым грузом на сердце, стали бременем, которое нести нелегко». Шестой-девятой стихи. Автор псалма осознается, что причиной грехов является его глупость. В Ветхом Завете под такой глупостью чаще всего понимается отрицание бытия Бога и участие Бога в жизни людей. В настоящем псалме глупостью, скорее всего, обозначаются какие-то аморальные поступки автора его безрассудства. Последствия безрассудства – это смердящие, гноящиеся раны на теле. Описание ран приводится настолько реалистично, что это, как я уже говорил, дает повод думать о какой-то болезни кожи. Используя те же самые термины, пророк Исаия описывает подобное заболевание следующим образом. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места – язвы, пятна, гноящиеся раны. У псалма уже нет сил, его тело скрутило, он с трудом передвигается, шаркает, склонившись до земли. Его тело покрыто воспалениями, гноятся раны. От грусти он стал мрачнее тучи, целый день ходит чернее грязи. Псалмопевец использует очень яркие термины – обессилен, сокрушен, буквально рычу, как зверь, для описания своей физической и эмоциональной разбитости. «Я совершенно истощен и раздавлен, так болен, что не чувствую себя и себя не контролирую». Стон псалмопевца – это выражение его чувств. Слово, переведенное на русский язык как «терзание», используется у Исаии для описания рева разъяренного моря. Образ бушующего моря связан с беспорядками и суматохой. Следовательно, «Кричу от терзания сердца моего» описывает такое состояние человека, при котором он буквально рычит на других людей, как лев. Он ревет, как бушующее море. В его голове царит суматоха. От невыносимой боли он теряет контроль над своими чувствами. Десятый, одиннадцатый стихи. «Все желания псалмопевца, его страстные мольбы, воздыхания, направлены на то, чтобы исцелиться. Воздыхание с томлением и переживанием – это стоны от боли. Свет в глазах считался признаком хорошего здоровья и как следствие хорошего настроения. Если глаза уже не сияют, это, конечно, не означает, что человек стал физически слепым. Скорее, глаза потеряли былой блеск, перестали быть такими же ясными, как раньше, потому что уже нет вдохновения свыше. «Окутала тоска, в душе воцарился мрак». Двенадцатый, тринадцатый стихи. Слово «язва» может означать как проказу в самом общем смысле. Плесень, грибок на теле. Также это может означать плесень на одежде, домах или каких-то предметах. Так и чуму – моровую язву. Какова бы ни была эта болезнь, друзья, сподвижники и родственники избегают больного. Они держатся в дистанции от него. Причиной того, что они отшатнулись, является не только противный запах и отталкивающие гнойные раны, но и некоторый риск заразиться этой инфекцией. Предположение, что человека, находящегося под Божьим гневом, лучше избегать, держать его на расстоянии. Так, поэтому и прокаженных, которые заболевали соответствующим кожным заболеванием, их выселяли из города, чтобы они были вдали. Не только потому, что существовало устойчивое предание, что эта инфекция может перекинуться на здоровых людей, но и потому, что эти накликавшие на себя гнев Божий люди тем самым могли каким-то образом и в духовном плане этот гнев Божий передать здоровым. Поскольку причина страданий – собственные грехи псалмопевца, в таком случае козни врагов – это вражда без вины. Пользуясь случаем, зложелатели расставляют сети, составляют лукавые замыслы против псалмопевца, бормочут клевету. Все это говорит о распространении недобрых слухов, которые не приносят счастью псалмопевцу, но, напротив, еще более и более усугубляют его тягостные чувства. 14-15 стихи. «Страдалец молчит, ничего не отвечает, как будто бы он стал глухонемым». Слово «ответ» – это нечто большее, чем слова возражения на воздвигаемую клевету. Псалмопевец не выдвигает никаких аргументов в свою защиту, не пытается вынести свои суждения на выдвинутое против него обвинение. В других контекстах это слово обозначает выговор, возражение, оправдание, ответное обличение. Ничего этого на устах у псалмопевца нет. Его уста сомкнуты. Он хранит молчание». 16-17 стихи. «На Тебя, Господи, я уповаю, буквально ожидаю, надеюсь на помощь. Псалмопевец не желает, чтобы враги радовались и хвалились в виде его боли и страдания. Он просит Господа не дать возможности врагам восторжествовать, когда его нога теряет устойчивость, когда он делает неверный шаг, когда он спотыкается и падает. Восемнадцатый-девятнадцатый стихи. Если до этого шла речь о том, что нога буквально скользит, она неустойчивая, то здесь вплотную автор псалма подходит к идее погибели. Близость к падению может намекать, с одной стороны, на близость разложения тела, усугубление болезни, или даже на смерть. Здесь мы встречаем перекличку с книгой Иова. «Моя боль всегда со мной. Я все время страдаю», как бы говорит псалмопевец. «Моя боль никогда не покидает меня. Образно говоря, боль овладела моим телом и никогда не отпускает. Приблизила меня к смерти». Псалмопевец исповедует свои грехи. При этом по девятнадцатому стиху он признает их публично, он превселюдно в них сокрушается. Он буквально беспокоится при мысли о них. Или по-другому можно перевести это слово. Сокрушается. Он боится за их последствия. Грехи заставляют его сердце дрожать, бояться о том, что может произойти дальше. Двадцатый, двадцать первые стихи. «В противоположность больному поэту, ненавидящие его, вполне здоровые. Они живые, полные жизни и энергии. Они воздают злом за добро, враждуют за то, что псалмопевец следует за добром». Корень слова «враждующие» в исходном контексте может по-русски звучать как «сатан». Сатан. Это тот же корень, что и у слова «сатана». Сатана – это злой гений, который сначала соблазняет людей, а затем их обвиняет и клевещет на них пред Богом. Псалом заканчивается призывом о помощи. «Не оставь меня, Господи Божий мой». При этом Господь здесь называется Спасителем. Словом, корень которое «йод шин айн» так или иначе перекликается с именем Иисус. «Спасать Ешуа» означает то же самое, что и имя «спаситель» Ешуа или Ешуа. Псалом 37 – один из немногих поэтических гимнов, в котором говорится не о тайной исповеди в глубине сердца, один на один с Богом, а о публичном покаянии в своих грехах. Суть козней враждующих людей – это клевета, которая роднит их с сатаной. Псалом ничего не говорит о том, какая будущность ожидает носитель зла или самый главный источник клеветы в мире. Однако ответ на этот вопрос нам дает откровение Иоанна Богослова. Я процитирую слова из 12 главы. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братья наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». В этих словах мы не можем не увидеть перекличку с данным псалмом. Если по данному псалму клевещущие, они все еще рядом, живут, полные сил и здоровья, то по откровению Иоанна Богослова время их завершилось. Воцарился Христос, и с его воцарением наступает день, когда все они, начиная с их начальником зла, будут незринуты в погибель, снизойдут в шоу». И вот чем интересны таинства соборования. В этом таинстве мы просим, чтобы Господь исцелил человека от болезни. Прежде всего, это таинство предназначено для тех, кто физически болен. О нем весь собор церкви, вся община, не только семь батюшек, или 15, или 25, или один. вся община церковная собирается над больным, чтобы он встал с адра болезненного. По-славянски, от ложа озлобления, то есть тот, который претерпевает зло, то есть зло страждет, болеет. Не потому, что он злой и озлобился на весь окружающий мир, а потому, что болезнь, она в нем причиняет злострадания. Так вот, в таинстве соборования молитвы об исцелении сопряжены с просьбой к Богу о прощении грехов. Потому что устойчивая есть вера в православной традиции, что болезнь посылается как наказание за совершенные грехи. Основой для этой идеи является рассматриваемый нами сегодня 37-й псалом, по которому красной нитью проходит та идея, что человек сам на себя беду накликал, когда грехи его превзошли уже мыслимую и немыслимую меру. И тогда он превращается в ходящий труп. Его грехи смердят. Кстати, по преподобному Серафиму Саровскому, грешный человек, даже если он внешне выглядит здоровым, он на каком-то духовном уровне смердит. Так присутствие бесов для преподобного Серафима ощущалось присутствием зловония. То есть, если он чувствовал запах, значит, бес где-то рядом. Бес чуть ли не в буквальном смысле смердит. Отсюда некая антиномия. По книге Тавид зажигается ладан. Благовоние, как воню благоухания восходит к небу, этот запах благовония, он убивает присутствие дьявола. По книге Тавид изгоняется сатана от богомудрой невесты Сары тогда, когда благовоние пред Богом воскуряется. Мы в буквальном смысле слова храм кадим, то есть фимиам пред Богом воскуряем, чтобы здесь было благовоние. Но в древнехристианских молитвах это воня благоухания, то есть буквально благой запах, то есть то, что хорошо пахнет и то, что возносится к небу, сравнивается с молитвами святых и с самой жизнью людей чистых. И в этом случае вот то, что дьявола изгоняет в древнехристианских молитвах, это не только в буквальном смысле ладан, то есть что мы зажигаем в кадильнице, а это сама жизнь святых людей, которая является запахом чистым, то есть люди святые, они благоухают, и это благоухание прогоняет всякую нечистоту. Отсюда и наш постоянный поиск тех святых мощей, людей святых, которые в жизни своей стали чисты, и их тело также прославилось и издает благоухание. И это тоже для нас является каким-то свидетельством от того, что при жизни они велел богоугодную жизнь, и их тело тоже теперь остает приятный запах. Итак, по данному псалму грехи воняют, издают зло смрадье, ну и, соответственно, в качестве антиномии вот, жизнь святых людей, она благоухает. воняет. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok